приветствую всех сегодня у нас питер на связи будем продолжать душить вас с табличками по скорости утекания вашей жизни вот потому что я сделал такую тип на отъебись вообще ну потому что мы сидели с челиком там орали я решил просто тупо как тиньков пояснить за все нахуй уже за всю жизнь вот а сейчас будем еще вычитать кубики сегодня на связи у нас питер здравствуйте здравствуйте звать меня артемом вот и я человек которого все разводят санта меня разводит володи меня разводит арбенин меня даже развел позор короче господи как ты живешь еще сейчас великий укр посмотрит он просто будет хохотать в комментариях он стать хочешь прикол только вспомнил проводил ревизию подопытных короче примерно на 10 человек 7 из питера два из москвы и один с региона пример такая статистика прикинь мы долбануты здесь живут получи тогда да то есть я не знаю почему кстати привет нам питеру скоро приеду наверное если мне опять не за скамят на зубы вот сходку больше делать кстати даже дала поеду он там типа говорит приезжай замутим а сходку смотри мы чисто так типа в рейстиках можем словить вообще не вопрос да да сделаем чутки проблемы вот а так поеду там дела решать посмотрим там как получится типа того типа того что-то меня слышно стало кстати по всем перестал я тебя хорошо слышу да не мне просто что-то это второй звук открылся учет давай начнем потом так но чем мы с этого имеем кого мы с этого имеем значит табличка по горизонтали это недели вроде там 52 кубика я сделал но что-то такое смысл вы поняли по вертикали значит годики вот видос володя вдохновил меня нарисовать табличку для себя что-то расписать и ему скину похвастаться он говорит давай сделаем видос вот мы делаем видос значит чё серые кубики это то что я уже отжил повторюсь писал ее про себя делал вот ну где-то в 75 это такая черта где до которой я предполагаю с большой вероятностью доживу тьфу три раза там вот это вот все значит по переводам жизни я себе справа расписал основные важные моменты володе я буду озвучивать володя будет меня поправлять дополнять говорить что думать я думаю это примерно так будет как ты думаешь ну да 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 так и так будем табличка ты делал я тут не сильно знатому табличку отдел под тебя дают и рассказывай как она будет для среднего норме со выглядеть или как ну да да так вот первое значит возраст который я выделил вот где-то с 1 до 13 вот это что такое это максимально веселая гормоналка по савельеву конопиоиды опиоиды вот но отсутствие власти над своей жизнью вот это что это родители окружения решают чем я занимаюсь как занимаюсь заливают меня в меня что хотят вот это вот все вот в принципе боль больше не особо нечего про этот возраст сказать но ты согласен с савельевым что это прям максимум по удовольствию там пиздец тут или это больше тема smt что мозг заглаживает травмы которые были в юности поэтому кажется что было лучше так я думаю независимые вещи во первых мозг так и так заглаживает вот во вторых было лучше я бы я бы это назвал чувствительностью то есть если тебя где-то там обидели ты прям на полдня запоминает вот если ты чему-то радуешься то радуешься прямо так как жизни уже во взрослой жизни уже не будет вот то есть если бы я в 10 годиков подарили охеренную там радиоуправляемую машинку я ей скорее всего буду радоваться чем больше чем если в 40 себе крузак куплю условно минут по по гормонам в абсолютном отношении у меня такое мнение но дальше что у нас начинается 14 годиков я отметил как и эдакий переходный переломный момент на самом деле стоит здесь период наверное отметить где-то так от 12 до 15 вот когда что когда уже ты начинаешь маленько по-своему думать по-своему соображать вот как как-то по-своему себя вести вот пытаться не зависеть так сказать от того от кого зависел раньше там родители учителя там бунтарство начинается всякая вот ну по сути человек начинает уже на свою жизнь брать ответственность на это мое мнение не ход но это опять же в среднем потому что некоторые в 40 с мамкой живут да но опять же начинаешь брать ответственность еще чик технически то здесь у тебя как тут химически обосновано что ты уже можешь как-то по-своему думать вот значит отвечать за себя сам должен вот далее чё далее мы подростки маленько не дорисовал 24 вот ну справа собственно все сказано тут топовая гормоналка которой уже потом у обычного человека не будет вот с одной стороны стремлюсь вести себя как взрослый с другой стороны кайфы и чувствительность так сказать к ну кайфом в том числе она такая же как в детстве еще остается ну либо очень близко к этому херово может формулирую чё скажешь ну примерно да в общем тут мы что берем здесь топ гормоналка именно по если мы мужчин берем то по тестостерону вот если у женщин то это не топ гормоналка это как бы топ внешка до гормоналка у них там после 30 по он даже начинается какой-то такой какая-то такая история вот а мужчина до 25 это потолочище я думаю что даже до 24 потом начинается вот и здесь написал медленный упадок гормоналки но вместе с этим упадком гормоналки начинается очень серьезный упадок психоэмоционального состояния то есть до двадцати четырех до двадцати пяти ты еще ну если условно будем считать то такой универ закончил и такой щас я блять выхожу на работу просто всех рву там годик-два поработаю а ты как бы годик поработал два-три а что-то ничего не брать не делать а уже уже что-то не то а да уже что-то не то и в 25 ты такой начинаешь спрашивать у челиков человек такой ну допустим как я работал челик на складе работает ему там 47 лет ты к ним подходишь такой ночью как такой норм 30 тыс зарабатываю ты такой а почему норм да 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 тебе точно норм типа почему так вот и думаешь директором станешь я такой ну хотя бы не директором но хотя бы то мной он начинает смеяться уже это такое понимаешь что что-то блять не то вот ну а дальше начинается история до которой ты еще не даже ну да надеюсь доживу дальше обсудим чаще папа вот этому возрасту добавить до этого возраста желательно желательно уже убрать розовые очки если вы до этого возраста не убрали розовые очки то очень велика вероятность наткнуться на не очень хорошие события вашей жизни да потому что время с выходом на работу становится очень мало по факту вот эти кубики которые дальше идут их можно треть вычеркивать сразу заочно потому что сколько работа 8 что с конца ты имеешь ввиду вот так не не нет про просто смотреть каждый кубик у тебя будет на 3 меньше меньше да я понял потому что здесь еще куда не шло то есть и восприятие какое-то и у тебя больше энергии да и ты там можешь как бы скакать там плясать и прочее мы эти кубики берем за целое дальше будет кубики половинные а под конец вообще 1 5 даже я думаю после 40 1 5 уже кубика будет то есть варе в чем прикол то есть здесь ты можешь и не поспать и не посрать блять и там на работу проебать универ проебать и по факту но в принципе времени то более менее хватает да то есть ты его не веря можешь и поучиться и там как-то провести время да а когда ты выходишь на работу с тебя просто все соки выпивают и ты просто с работы приходишь тупо да не все блять в питере программистами работу правильно логично да и программистам тоже я если честно да я я смотрю как бы начальников которые приходят они тоже такие уже знаешь типа блять а ну кстати кстати последние новости андрюха соционика md видели то есть он живу лишь что да так что крыша поехала знак желаем только доброго здравия так да поэтому то есть мы считаем вот эти вот кубики оставшиеся после 25 лет две трети а после 40 1 5 именно жизни числе имя именно жизненная то есть они как бы знаешь как броня то есть они не успеваешь ничего делать а здесь как бы ок полноценный так они докуда идут до 20 до 25 давай допустим они я думаю что будешь полноценные ну ты что она здесь смотри даже если это не полноценные ты все равно не можешь выше головой прыгнуть понимаешь а если мы будем брать от 25 лет то кубики дальше не полноценная понял да но ты про время говоришь ли про времени 24 часа в сутки ты должен ими как-то пользоваться то есть 25 у тебя гораздо больше возможности использовать 24 часа нежели в 40 потому что в 40 ты пришел с работы и упал на кровать а в 25 ты пришел с универа что-то ну 25 загнул но условно то в 20 пришел с универа там че-че-гага пошел там что-то подработал в клуб с телочками потусил такой бля уже три ночи там завтра на пару вставать да и на пар и пошел ну то есть что такого не было у меня было я не скажу что часто но переносилась это норм после 25 ну я нахуй клубы эти как бы ебал я лучше посплю а дальше мысль дополнить здесь я не написал вот этот получается зеленый период у человека имеется запас по здоровью очень большого причем то что володя говорит и не поспать и не посрать можно вот если каким-то профессиональным спортом заниматься там где-нибудь себе чуть там сломать вывихнуть это все нормально срастется еще успеешь пожить вот еще это примерно так вижу это так и есть молодость все простит этого вот это вот все поэтому как бы некры которые находятся в этом диапазоне значение а их как бы прилично они думают что да блять да я бахнул там мельчика и заебись да вообще никаких побочек нету но они вылезают дальше 20 годиков водяры выпил голова с утра не болит тогда вообще как бы можно еще бахнуть то есть но на этом как бы погорело очень много все начинается с тридцаточки отметь тридцатку нахуй каким-то хитрёным красным блять у меня тут далее есть но ладно давай 30 потому что там уже как бы это надо будет каким-нибудь коричневым говном отмечать потом оранжевым давай да а вот с тридцаточки начинается самое веселье потому что ну вот допустим вот где ты говоришь начинается медленный упадок гормоналки с 26 я не совсем как бы в этом согласен потому что там все очень сильно индивидуально и там упадки но они в пределах погрешности идут но начинается жесточайший упадок именно психоэмоционального состояния потому что вот больше его имел ввиду потому что у меня вот 2526 стукнуло вот она вроде все так же как раньше начата блин по-другому вроде и бодры там и не поспать можно и делами как как раньше занимаешься теми с абсолютно тем же успехами и дальше и даже большим но вот как-то вы имя именно по чувствительности там по радости мы это воспринимается меньше чем те же 20 потому этот момент отметил вот почему потому что дофамина начинает выделяться значительно меньше значительно потому что но допустим что такое 20 и 26 лет в 20 лет ну не считая подписчиков канала у которых 20 лет было 500 телочек а вот и макс майором который вообще сколько там тысяч было и уже забыла 20 лет но потом стало резко 0 у тебя там ну сколько там ну не особо много да то есть ты еще как бы такой в мечтах что все будет дальше а после 25 ты находишься телку и такой а кто-нибудь различие будет а будет ли лучше и ты уже начинаешь задумываться то есть мозг уже дофамином не так вознаграждает если до 25 ты себе не нашел жену ну дальше смысла искать нет по большей части потому что летишек насторогаю точно будет по получше по доме дом точно все проблемы решит там ипотечный вот там трое детей четверо пятеро это не решает проблем потому что вот где-то на этом сроке начинается история которую я рассказывать он нашел такой мы имея ввиду нормисов мы не имеем ввиду наркоманов потому что там поломанная система и мы ее разбирали отдельно потому что не стоит писать про это там отдельная система она поломанная общего ничего не имеет то есть мы с обычными челиками приходишь на работу закончил универ детки говорят бля мы тебя повышаем ты такой ебать повышение у тебя была зарплата 25000 стало 26 500 ты такой они говорят ну ты сейчас поработаешь и станет намного больше но потом ты узнаешь что станет 28 а задач которые на накидывают они кратно больше чем прибавка к зарплате и тебя кормят кормят обещаниями и их столько что допами на них не вырабатываются уже то есть начинается taller обещать и вот с этого момента начинается ебейшее ускорение падения психоэмоционального состояния вплоть до тридцатки либо то ли рожданием либо то ли рождание но это одно принципе будет у меня там по 10 раз в году это потом когда-нибудь да да то есть то есть 20 лет ты там клуба пришел такой брать елочку схватил второй раз пришел еще одну и ты такой ну все каждый день новая будет 25 ты такой одну какую-нибудь там расточку нашел и такой тогда горизонте нет ничего она все одинаково все одинаково и то есть розовые очки если в это время не спадаются можно влететь очень жестко похудительную историю я вам рассказывал то есть у меня вообще топ охудительных историй я очень жестко прокуролесил просто пиздец и остановился прям ровненько сколько 30 не раньше 28 28 лет я тормознул так вот и дальше начинается история до которой наш подопытный не даже вот и скажи можешь сразу забыли сказать как в этом как в казино ты кто такой нахуй оказывается представьте есть люди которые хвост научились делать приколите вот они нам залетают по прошествии поскольку прошло начиная с какого момента начиная с момента когда получилось полгода точно но месяцев семь восемь я дал бы ночью где-то год получается да и счет получалось тоже потому что мне надо сказал а с я закончил в ноябре там самые такие распираемые хвосты были у меня вот и мне сюда я сказал что то что я говорю это хвост но это были какие-то где-то годик знать начали подопытные появляться а что такое парни что такое ни у кого же не получается где троллинг напишите в комментариях вот сейчас четку и подтянутся вы просто не просто разъебут тут всех людейцев в щи как так ну чё начинаем короче после 30 очки после 30 начинается что давайте озвучу до 30 очки вот мне кажется что вот в этот период обозначена вот так вот по 30 очки по психо волевым ресурсам будет примерно как 25 26 до правильни порода ровно до 30 это будет плюс-минус как я сейчас себя в 26 чувствую также в 30 нет в 29 28 29 30 будет все очень плохо это как это какая-то цифра она нахуй вот сектор газа пел 30 лет реально когда начинается 30 лет у тебя будет играть эта песня я тебе отвечаю вот и ты поймешь про что пелась блять в этой песне только вот в 30 лет вот эта водочка что ты с иголочки одет что все заебись а она нихуя не заебись потому что водочка уже вот эти блять стаканов звон этот звон стаканов он тебя бесит блять все твои друзья это просто обрыганы ебаные они там женились вот эти улыбки а чё как а у тебя там чё плохо ты просто понимаешь это ебал его жену и она говорила что это чмо блять апостол на и ребенок вообще блять не от него его ставят на алименты нахуй и второй не от него ну ладно 2 редко бывало но не ну в моем окружении такого не было жестко но я знаю историю что едва не от него были но это не моё окружение честно говоря в моем окружении там если два ребенка один по-любому левый какой-то а иногда и первый левый ну то есть вот такая вот такие вот истории были и ты понимаешь о типа блять они тебя как они тебя просто тащат как крабы понимаешь вот тут вот просто тащат тебя вниз и ты понимаешь что ты вырваться с этой ебаного ада не можешь ты в тридцатку не можешь себе накопить сука ни на что вообще у тебя денег просто вплотную от зарплаты до зарплаты просто вплотную и ты понимаешь что ты с этого съема вообще блять не слезешь никогда и тогда ты начинаешь брать блять подработки и на этом как ты только берешь подработки твоя жизнь просто закончилась можно даже дальше не считать что ты что-то сделаешь ты просто будешь втухать потому что будешь понимать что в тридцатке блять если те радаки не дали квартиру тебя нет ничего все просто ничего ты не можешь даже отдохнуть на больничном это я вам свою вот историю рассказываю плюс-минус и как я блять оттуда вырвался а то есть челы думают что мне вообще похуй что не думаешь что будет рунтур там все дела то есть тебе нужно платить хату а те несколько платить у тебя зарплата просто блять пожрать все ты берешь подработки и охуеваешь то что ты даже выспиться не можешь и вот так вот твое время проходит буквально до 35 когда начинаются травмы со здоровьем вот примерно где-то ну 30 до 35 смысла но уже мы будем считать что это одна треть то есть кубики их можно как бы не за день к f1 1 3 нажми пойдет до пойдет и до 35 его да просто копировать вставить на везде он так наверное не сделает будет 13 просто покопировать и до 35 до так примерно будет и сторону тут тоже нужно 1 3 и блять что нахуй начинается в 35 я же говорю не будет второблик эксперимент след за упадком дофамина серотонина и как бы в том что ты из этого просто не выкрутишься ты начинаешь из этого выкручиваться и понимаешь что блять нужно что-то сделать до 35 ты влезаешь в ипотеку может быть даже не в одну да потому что сейчас появился закон о как он жилищные элементы такая как вообще мне тоже но мы учитываем норме со потому что они же нам говорят что дрочка это хуйня а у них какой вариант напомните парни в комментариях а какие у вас варианты потому что до сих пор никто не написал а был там шашлык вариант украинский вариант есть получше там по дешману рептофан по дешман да напишите какие варианты очень интересно кто может на стрим приходить потому что очень много пишут что ты там еблан у меня есть свои методы а никто не пришел вот методы как бы но очень очень сомнительные вот и как бы тут после вот этой вот хуйни ты либо влезаешь в семью потому что уже что-то надо делать после тридцатки начинается траблы тебе нужно хоть что-то доказывать все твои лохи уже либо второй раз браке либо разводятся такая вот история где-то если ты в 25 лет воспринимал это ну там типа блять не повезло то в тридцатку ты видишь что ни одного не ровно ни одного нормального блять нормальной семьи нормального окружения у тебя нет вокруг реально блять краба нахуй только в мид на дотку пиздовать вот можно сказать что я дебил урод блять это только мое окружение было у всех окружения но это минимум путин с этим с байденом там я не знаю с трампом у каждого первого на канале но по факту это вот так все начинают разводиться ты это понимаешь что это какой-то пиздец и у тебя в мозгу крок крутится мысль только одна что блин но они развелись просто потому что были зелеными а яща в 30 лет такую схему нахуй на мучу у меня уже опыта ебанешься в ней деньги есть они разводились чисто потому что нищие были я щас эту схему применю и начинаешь брать ипотеку и ловить на живца и вот ты поймал на живца 35 лет ну примерно вот у меня мало кто там до тридцатки женился обычно там ну около 30 там 28 30 какое-то такое вот это уже если как бы живешь но уже понимаешь что но это полная хуйня это вообще полная хуйня можно вопрос давай правильно понимаю что вот от всех до сих здоровье примерно одинаковая да еще еще хорошая вот но от всех до сих гормоналка вот именно психовалевая начинает уже падать очень она не просто падает она просто одномоментно начиная вот как только ты в 30 лет услышишь песню для сектора газа но у лагеря соседей у соседей у кого на свое день рождения ты просто поймешь о чем речь идет это реально этот это сектор газа это сука гений на воронежских я отвечаю это 30 лет это пиздец реальный показатель может конечно питере по-другому но я сомневаюсь это конечно не тронет сектантов потому что у них это но это другой уровень абсолютно но нормисов и вот 35 лет уже есть какой-то спиногрыз и если он в 30 лет там или скопину обычно очень быстро не у тут с траблы со здоровьем коэффициент 1 3 уже убирать нужно там уже будет 1 1 2 1 3 полезная составляющая или не отрицательная ну типа а подожди мне неправильно ну минус 1 3 бля я это великий математик 2 3 остается да да вот это 2 3 а это 1 2 уже вот и у тебя еще ребенок появляется у тебя еще начинается травма со здоровьем ты уже не можешь работать как в до 30 то есть до 30 вообще нормально как бы работалось туда-сюда прыгал бегал если ты карьеру не наладил а скорее всего ты и не наладил потому что это невозможно сделать если у тебя там нету как блять кота пассивного даже навыка да то есть не образование нет мы это вообще просто отметаем потому что это образование это скам если у тебя нет пассивного кота дохода который ты не смог сделать то это пиздец вообще после 35 если еще и ребенок рождается начинается реальные травмы со здоровьем больничные листы начинаются проблемы в семье потому что уже как бы как раз таки с 30 проходит пять лет и уже начинается бракоразводный период и как раз он совпадает вот с этим вот ну я бы даже сказал что травмы со здоровьем совпадают с этим бракоразводным периодом потому что самкам в уши напевают что они достойны он лифанс вокруг есть лохи побогаче вокруг есть да а у тебя вся жизнь выстроена вокруг пилотки и другой жизни у тебя нет и осталось коэффициент полезности 1 2 потому что еще ребенок потому что еще бабки у тебя будут забирать огромное количество тебе приходится зарабатывать вкалывать два раза больше и здоровья абсолютно никакого не хватает на все ты просто с улыбкой такой стеклянной на лице пиздуешь и делаешь что все вот как я это вижу у своих челиков после 35 то есть там и это постоянно можно тут прям называть что это если раньше вредные привычки были но по приколу то теперь вредные привычки по нужде а нужда это дыре у кого-то родственники собрались и ты же в коллективе надо выпить они это субботу я субботу надо раз в пятницу надо расслабиться бля ну в субботу похмелиться воскресенье хотелось бы веселья понимаешь каждую пятницу я в говно вот эта песня начинается да в 35 а потому что об напишите еще разок пожалуйста в комментариях а какие у вас варианты если вы не согласны с этим ну просто мне интересно и мы как бы натянем сову на глобус но мы уже знаю что никаких вариантов но просто примерно ситуация вот так и я вот серьезно говорю до тридцатки в принципе у меня как бы но уже его пожилось но у меня мы особо не считаем но челики уже начиная с 30 копейками сами писали то есть я их уже не помню кто это такие там с универа и они просто писали и искали угадай кого бутыльника ты чего ванга что но этот на тв3 не собираешься а кто это сказал я был что кто это сказал это голос это голоса на вот я прихуел просто потому что но все в курсе что я не пью и история когда я бухал это были но у типа блять редкие достаточно то есть я не хуярил 24 на 7 а здесь реально они уже ищут собутыльников либо у кого-нибудь занять на бутылочку потому что все бабки отдаются либо детям но понятно короче вот такая вот история начинается по поводу 30 ника вот я думаю что будет раскисание мозгов это значит учиться новый новому станет сложнее мы это отнесем к упадку психоэмоционального волевого ресурса то есть это тоже самое да что нет мы уже говорили это совершенно другое значит почему мы это отнесем к тому что коэффициент 23 становится сложнее не именно в плане там что-то запоминается хуже примерно все то же самое у тебя у тебя нету времени у тебя выбор заработать бабки или учиться чем-то у тебя у тебя родители уже не содержат все вот то есть если они там до двадцати пяти могли там глаза закрыть то после тридцатки ну куда учиться ну то есть тебе нужно работать это применительно к норме 100 табличка была про меня применительно ко мне вы думаешь учиться что вот здесь вот что вот здесь вот будет примерно одинаково так до 35 я думаю больших изменений такие же будут когда здесь именно история со временем что а официент полезного времени он это мы написали лучший случай парни это лучший случай это но то есть оптимистичный это оптимистичный прогноз довольно таки оптимистичны потому что есть и гораздо хуже то есть это это реально оптимистичный прогноз который как как там в это тушь у нас математик то распределение распределение пределами трех сигн блять нормальность распределения вот так и называется нормальность распределения то есть это распределение ближе в положительную сторону а ну типа ок но не нормально этот чуть-чуть получше того что ты описываешь мне кажется либо тоже то что ты описываешь вот этот центр прям ну ок ну короче того то есть это реальная история такое средненькая есть уже понятно есть лучше понятно но у всех в тридцатку будет пизда руси и вы это блять его но только пиздюки будут говорить что да я в тридцатку там куку-ку-ку-ку-ку-ку в блин вот мне сейчас там 14 15 а вот в тридцатку будет все то же самое только еще бабки и да-да-да кожаная жрать на все деньги да 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 но выходит абсолютно не так то есть смотрите парни еще какая история вот допустим вам сейчас 26 лет вы такие да блядь а в 40 я там нахуй что-то туда-сюда а это абсолютно другие значения будут вы не будете как 26 лет в 40 или в 25 это будет абсолютно другие условия абсолютно другие и не в лучшую сторону не нужно себя тешить иллюзиями да смотрите еще вот какой прикол да то есть канал мой существует уже сколько лет 5 надо может ну где примерно из них где-то два-три года я уже жестко два с половиной до года я уже жестко топлю тему и рода и большинство из вас уже проебали три года просто так не аргументировав это ничем вот вот просто проебано а причем мы причем многие сидят на мт каналах и все равно еще ищут ту самую ненаглядную а время проебано то есть понимаете а дальше что будет то есть если если вы до этого проебали там грубо говоря три года под ноль дальше будет еще хуже дальше вы просто проснется как бы а все потолок как-то так то есть и смотрите мы еще мы еще вот эти коэффициенты берем да мы не учитываем что на сон там вот это все идет дело да то есть вычитается там причем дохуя времени вот на еду там мы это не вычитаем просто берем вот коэффициент один там до 20 попугаях относительно до в относительных попугаях хорошо потому что от вот этого да 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 вот от от вот этих до 25 это ну грубо говоря плюс-минус то есть здесь мы берем там коэффициент 1 это максимальная производительность которая вообще существует и причем можно вычитывать там ноты школьную там жизнь точно потому что ничего там особо не происходит такого ну-ка у как с одной стороны происходит в другой страны подошлись человек как бы да 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 то есть все равно как бы момент можно пойти на речку поиграть он важны что это да само собой поэтому там все равно коэффициент один но нужно учитывать но это прям вот для ценителей что володя запиздился вот после 35 тут уже я не дожил так скажем вот поэтому как бы основываясь на ребятах которые залетают ребята пишут своим друзьям как дела и ему прилетает атлет ответ вот просто недавно был чел у меня все хуёво это стандартный шаблонный ответ всех кому за 35 вот и все вот и думаете а там как бы начинается алименты не алименты дети не дети то есть возможно у кого-то еще не не проебал не опустили кого-то на хату то есть если хату опустили это опять же ипотека заново я примерно здесь ставлю коэффициент полезности половина вот потому что уже но насколько мне известно вот я общался там с этими с любовницами 35 плюс у меня друзей нету они умерли уже всех вот вот с любовницами им уже к тридцатке подходя блять 35 никому не было тоже ну вот 30 30 копейками там самые такие старые были и они уже выбирали как у них пройдут выходные то есть я не выбираю да а хотя я как бы старше получается я не выбираю как у меня выходные пройдут то есть я и башу вот все что можно вообще день примерно я расписывал они выбирают либо пойти туда-то до либо туда-то одно действие они максимум могут сделать все остальное занимает бытовуха с 35 лет то что вот этого вот бытового ресурса у них нету то что ему надо заранее настолько планировать какой-то страны да да у них нет в общем начинается бытовуха жесткая то есть с работы домой ребенок там посрал обосрался в школу там туда-сюда на себя времени просто нету но это понятно у кого там что-то кого детей нету они там сидят просто блять на сайт вы запрос 24 на 7 но это все равно причина упадка энергии да и нужно выбирать уже человеку что он о приоритет действия то есть они не могут там прийти в спортзал сейчас опять же в комментариях мне напишут что черен там в 50 лет ебет девственниц ходит в спортзал там блять верами на рекорды мира да 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 абонемент есть вот купил абонемент но я это прекрасно знаю что абонемент лежит и никто никуда не ходит это стандартная история после 35 энергии просто не хватает ни на что ну я не на мне ни на что а приходится выбирать даже выбирать развлечение вот ярко до такого не докатился но я и не докачусь до такого однозначно но тем не менее вот такая вот хуенница начинается и это до 40 с копейками у кого как я бы назвал 40 тоже дату выделил тоже каким-то херовым цветом на тузах до конь фиолетовый блять или этого залога 2 пойдет вот так 40 бы тоже назвал потому что все жалуются на 40 лет до этого я не дожил напишите в комментариях как 40 лет детстве не съедете как там да помогает парня помогает 40 лет начинается полная жопа если вы ничего не успели сделать ни женой обзавестись то есть в 30 лет если не успели там нужно обзавестись можно забивать все ну все то есть на данный момент это нереально если в 40 не обзавелись и вы не не хотите менять не хотите менять алгоритм действий своих то вам пизда тогда это однозначно то есть это будет день сурка до конца жизни а по поводу ну табличка все-таки ближе к себе делал вот тогда вопрос по поводу 35 как думаешь мне вот кажется пар про трабл со здоровьем я имел ввиду что я уже начну задумываться где бы там к зубному сходить а где подешевле они отправятся ли не там скелет поджи посмотреть еще чуть-чуть я начну об этом думать час я об этом не думаю ну да да 35 начнется 35 у меня начнется да где-то примерно в 35 начнется но он не вижу зубами въебался пристал но у меня все знакомые которые в районе 35 у него нет тоже какая-то начинается начинает начинается эта история себе конечно прям сильно что-то не светит но в целом уже об этом задумываться что-то там прикидывать да 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 это 100 процентов уже начнется больше уже прикидывать что куда зайти туда-сюда оттягивать уже некуда все то есть она уже начинает о себе как сказать то вот эти старые травмы какие-то то есть зубы как всегда они что-то у всех скан какой-то с ними болячки детства надо болячки детства начинает 35 вылазить чем мы было там больше тем как бы хуже будет в 35 как так вот ну а в лазит болячки да ну а как бы после но если второго еще еще как бы есть это еще если есть энергия еще что-то можно поменять принципе есть такие индивиды которые себя норм сохранили но таких не особо много то 40 уже нужно очень серьезно задуматься над стратегия жизни то есть если вот это вот это не получилось его упорно рогами бьетесь блять в эту стену закончится все очень плохо потому что ресурсов все нету то есть они где-то там заканчивается и в 45 уже просто доживаете что-то там то есть уже как бы очень сомнительно становится как-то так и примерно она там катится то есть 45 это переломный момент когда уже все катится и ты ничего с этим не сможешь сделать и там кэфик я уже но я бы две третьих назвал после среди больше чем одна вторая ну так а ладно 3 1 3 у меня все а ну так и езда и вот как то так становится очень и очень куёво вот а по поводу гормоналки что что радость и жизни сильно отличаются от 35 более что здоровье то есть как я буду за здоровьем следить здесь и как начну следить здесь это отличается от очень сильно отличается в 45 уже поехали у нас блять ведь андрологи которых нету 45 по и андрологи но это эти специалисты по хуям за лобом а вот на начало начинается блять геморрой и суставы упадок мышечной массы начинается блять сколиоза спина блять и все дела там короче полная полная ебало радости в 45 как это фиксит непонятно потому что вот сколько я сколько человек были но они во первых заряжены на консультацию были да а вот который обычный чела они так ну как бы а мы не знаем чудил просто катимся и вот это свободное падение начинается нету ни времени нихуя нету вообще блять нихуя нету просто 45 чего-то менять уже поздно я за 40 еще но типа есть варианты после 45 я считаю что менять просто ну это чудо какое-то должно блять произойти чтобы что-то поменялось это вот именно ютубовские варианты пиздобольски что я в 45 нашла мужа олигарха блять и вы тоже с 50 детьми блять от негров и вы тоже сможете со спидом вот 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 она история и в 45 вы начнете в это верить потому что вариантов нету больше мозг вас будет говорить что все впереди все да вроде бы все ништяк это просто обман но мы тоже помним что 45 это моложе 50 до но без аликера можно себя это вообще забей это уже ну типа даже не смешно ну в 45 искренно выйти практически наверное невозможно и поэтому лучше а если вы двигались по синеве и вас там обуле нагрели там да вот то есть ипотеку еще выплачиваете в 45 просто да 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 это имеется ввиду синяя таблетка и вы в 45 все еще там на сайте знакомств идите это я считаю что да я не знаю да это очень шизовые рельсы это шизовые рельсы да потому что 45 начнется уже история что да она наверно после 35 начнется какая-то очень странная ситуация что что-то не то да после 45 вы начнете верить в карты таро тут всю историю а потому что вариантов нету потому что вы на рельсах которые ну то есть вот эти рельсы они ведут к этому то есть синева на плюс-минус к этому и приведет а других вариантов нету и еще пользуюсь моментом а напишите а какие варианты вот есть и вообще после 45 какие варианты и вообще как его после 45 варианты там есть девственницу ищет на велосипеде катается ходит спортзал отлично детей вырастил типа все ок но мы понимаем что это смешно просто твоих вырастил бы чужих россии да они ничего не дают втенять если они что-то давали пробовать еще не пробовал надо попробовать если бы они что-то давали но ок да у меня вот есть дед который блять у которого я хату снимал почти блять сколько семь лет ну он он охуел от детей римаком да да он он от детей просто охуел он не рад тому что он вообще сделал вообще не рад ладно одного похоронил второго хочется психушку сдать и примерно история она такая же а я еще хочу сказать что сейчас смещается окно овертона и если допустим поколение да там ну не знают у каких то они как бы у них окно овертона сместилось что вот они попивают там винишко водочку на праздники по выходным то сейчас водочка заменена мефедрона и вот мне когда рассказывают дурачки которые там клеят зумерш который там вообще прям ах там и прочее никогда не нарывались не на за папа и не на наркоманок смотрится это очень смешно потому что даже я чуть люблять не 50 процентов зумерш знает что такое мефедрон то есть окно овертона уже сменилось эти дети которые вырастут ну как дети им уже блять прилично там по 18 20 лет они будут реально на новый год ставить стол и дороги миф без шуток вот как-то так а дальше а я дальше даже не знаю человек хочу хочу дальше может быть просто момент отметил наверное оптимистичный 60 годиков если 45 это момент когда за здоровьем я уже жестко слежу но на велосипед я еще могу сесть то вот здесь вот уже это бытовухи начнет проявляться очень сильно да тут уже далеко не все потягаешь на велосипеде не покатаешься да я бы наверно знаешь что отметил тогда даже не 60 60 это уже как-то прям спите я бы с 55 наверно отметил потому что уже без ухо очень сильно подводить будет так скажем 60 это уже такое это на авось я не знаю как это назвать даже надо типа блять хотя вообще ничего не зависит то есть ну как-то доживаешь как-то поспятить пести физуха начинает уже жестко подводить ну как-то так примерно но это типа предел статистики 75 но примерно я не знаю как как синева будет вообще доживать да вот которая сейчас то есть если прошлое синева там до 75 доживала но это поколение этих блять ссср овская ну там такого не было уже синие но еще здоровые да они как бы такие блять ну такие шустрые вот то есть дед вот этот был дом шустрый блять ему 72 наверно было да ну такой бодренький немножко там альдермер поел будет но на машине он ездит принципе все ок там как бы реакция еще более менее а нынешние там начиная от 40 не знаю я бы там 65 наверно где-то красным провел какие-то как какие-то вот такие да потому что ну потому что то что мне да потому что то что мне дед вот этот рассказывал да он похоронил вообще всех друзей вот и они начали с 55 отлетать жестко все прям как мухи начали тохнуть до 70 он и говорит вообще помню кто у него с опытом не дожил только женщины дожили да но это еще бы было что-то по-другому я появляюсь охуел бы вот и он как бы рассказывать что ну вообще пиздец то есть у него примерно жизнь такая отъебитесь от меня все я доживу все это единственное что его волнует я вахуй там с челиков которые пишут там про девственниц этой клоуны там это просто то доживание пока вот они хоть хотят просто в покое дожить вот так примерно обстоят дела или капитак какой из 55 я не знаю тут наверное прям такого нету потому что уже край это не сможешь больше нагрузить это уже это уже прикинь но одна треть чего уже ноль просто коэффициенты просто ну наверное такой же и будет вот потому что ну как я и говорю 45 с рельсов уже очень сложно съехать примерно такой же будет да вот но я считаю что вот эта таблица это на сегодняшний момент с учетом того что челы которые дожили до 55 это совковский я думаю дальше смещаться будет в худшую сторону то есть но опять же наркота это наркота топ-1 смерти будет если вы синевы не свернете там 40 лет то но вы будете находить каких-нибудь телочек но понятное дело не будут наркоманка ну потому что это стата жестко подожди волос ты вот это про совковых имел ввиду с 55 наверно даже совкова сколько надо так носку вот смотри вот у меня батьку с копейками я думаю что с 55 наверное где-то совки нет я имею ввиду отлетят когда совковые а ну да какие-то вот такие но у меня вот живой представитель это вот дед который был и он говорил уже что все начали 60 отлетать и танками примерно вот такой вот да ладно пиздачу это заморачиваешься это такое вот примерно такая стата с кайфиками развернутая это если мы берем это если мы берем с учетом что человек с 30 лет не впал в маразм потому что у многих очень серьезные начинаются как они но это ксмт больше эти вот псих психические защиты чтоб с ума не сойти то есть они придумывают себе что они будут триллиардерами президентами блять чем только не будут и закрывается в этом чтобы дальше ехать на вот этих рельсах и не сойти с да кстати я вот этот пунктик забыл упомянуть про который ты еще сказал это где-то получается 25-30 период закостеневания тех установок которые были получены вот здесь вот да но тут больше наверное это не закостеневание это больше защита а потому что здесь я нейропластичная здесь уже извините они вкорячились да 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 здесь это это идет защита рационализации как там ты как вариант как вариант это больше смт общал но в общем смысл такой что если вы в тридцатку типа становится на другие рельсы да то вы перечеркиваете всю свою оставшуюся жизнь всю свою прошлую жизнь то есть она становится бессмысленным защита рационализации это мне кажется вот здесь то есть я в полнейшем дерьме вот надо придумать почему ну может быть ну короче не суть короче вот такая вот история есть а вот и как бы чел живет в говне и при этом заставляет других пояснять ему что он типа не в говне какая-то ну то есть начинается шиза какая-то лютая то есть лютые защиты чтобы не тратить энергию то есть это экономия энергии начинается и если чел впал в маразм после 30 то его очень сложно поставить на место вот потому что ну вся его жизнь она просто перечеркивается прошлое и на это далеко не все пойдут им проще вот вслепую дальше идти ну в маразме так скажем парк сейчас я одно сравнение приведу получается володя ты с своими хвостами и рожками делаешь примерно вот так вот да ты вот этот период растягиваешь 50 50 даже так 50 самый последний или 55 подожди 55 самый последний был это был самый возрастной чел 55 лет если он конечно не напиздил вот я вот здесь вот чувствую себя как он не достал лучше лучше чем это был такой чел можно под шумок больше единицы вывернуть наверное нет наверное нет потому что знаешь почему потому что все равно работа потому что все равно заебы проблемы со здоровьем никто не отменял они также есть но они переносятся с эмоциональной точки зрения ну про просто у тебя лучше настроению так скажем ты не кортизоль дальше у нас подопытных не было это вот 55 лет был чем он сказал что вот так то есть это круто ну верить этому или не верить это уже другая причина не причина как облитит это должен это уже другая история по каневскому вот но еще раз говорю напишите в комментариях а какие у вас вариант просто интересно вот а то получается что люди в маразм впали и я должен защищать их варианты которые мне предлагают а они не предлагают ничего то есть понял да то есть я должен доказывать что не верблюд докажи что не аллах а потом докажу что не верблюд да но я тоже доказал что темы есть вот а дальше ну маразм он начинает вот крепить что это все хуйня 50 лет девственницу найдешь туда-сюда но это уже не такие мечты как в допустим в 20 лет когда ты там найдешься девственницу это уже такие полу маразматические полу шизофренические истерические выпадки не более да просто сводит в могилу быстрее и можно в комментариях там володьки написать их и лох но ничего и это ничего не изменит вот абсолютно ничего как-то так подай такой еще вопрос набросить вот один год жизни до 30 сколько стоит годика в жизни ну допустим после 45 какой пропорциях можно было бы обменять спустился бы ко мне завтра добрый дедушка с небес и сказал вот я могу тебе твою старость по какому-то коэффициенту откосить в пользу твоей молодости твоя молодость растянется но убрешь ты раньше бля какой хороший вопрос хороший вопрос а я думаю что у меня размышления такие что даже если бы условно сидеть на аэсах было бы шибко вредно с неиллюзорной возможности там от сердечка ёхнуться до 50 я просто маленькой по прежнему не в теме пояс вообще нет но предположим что этом заморочился допустим допустим это вредно даже если так все равно имеет смысл у меня меняться так сказать блять хороший вопрос так как я со своих годов не могу объективно на него ответить это нужно спрашивать именно челиков там 45 плюс но я бы сказал что это очень дорого будет стоить махнулся бы не глядя да да всю свою старость но то есть большинка это было бы с большинкой как бы не 5 но видишь ли есть некоторые челики которые думают что вот старость дает какие-то преимущества то есть преимущество там одни а теперь ты внутри стал ну хуй там сиди со своему сиди со своей мудростью любой не глядя про меня это просто не глядя вот когда вот этот помнишь был стрим из сектантов или из норме из норме сов конечно сектор это отдельная тема у сектантов зелененькая полоса я лет до двадцати мне лет до двадцати я как сейчас помню казалось что блять нах на ху синьку там на хусь и я вот хочу максимально долго прожить вот и как как сказать ну да 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 есть такое но доживя до 45 ты поменяешь не глядя где поменял бы на вот это сектанты это отдельная тема потому что есть и сорок семь лет челики которые научились они сразу сказали блять но это это круче чем 18 самый старый 55 лет все на этом наши изучение ну то есть там про статистики нет статистики да все остальное есть парк причем по всем годам просто вот в любой год тыкай и у нас был этот как сказать подопытный как-то так вот и что-то у меня мысль сбилась а вот был же стрим если помнишь с немцем один из самых первых когда он говорят что если бы я блять каждый день вкидывался на следующий день дорогу то я бы всех баб променял не задумываясь ни на секунду вот здесь такая же история то есть не задумываясь если бы была возможность вкидывать дорогу без последствий когда не задумываясь просто даже но просто челы которые думают наоборот просто лохи вот и все но либо не не распробовали но это и называется лохи они там сидят что-то пердят но по факту лохи вот поэтому вот челы которые да они говорят что не задумываясь и здесь такая же тема чели после 45 он не задумываясь поменяет на на 18 просто но есть челы которые маразме сидят и эти защиты именно что старость это мудрость 50 лет наступит девственницу найду это защита которые дети уважают дети уважают стало блять это вообще вот это кринжуха блять просто пиздец это называется маразм защиты защита радиационализации защита отрицания но это к санты это не ко мне эти истории вот как-то так слушать их я не думаю что нужно челом которые ну хотя бы не в красной зоне находится слушать человек которые там про старость рассказывают как охуенно но ты даже не знаю я честно говорю я бы променял если бы я был нормисом то есть года с большим кайфом поменял но мы примерно имеем вот такую ситуацию как обрисовали то есть сектант сектантов не проседает как не не то что как минимум а до 55 есть прецедент есть подопытный который сказал что блять да это лучше чем 18 как то так вы можете верить можете не верить но оглядываясь назад вы уже проебали три года просто просто в щи а дальше времени еще меньше будет дальше а вы будете проебывать и укреплять свой маразм с удвоенной силой потому что развернуться это нужно очень серьезные болевые волевые ресурсы усилия которых просто нет у вас все забирает работа я в основном молодняк такая на канале сейчас сейчас скуфы 40 45 плюс по моему даже 40 45 ты говоришь три года проебали молодняк годики вы проебали дорогая вот как как бы посмотрите что время было на изучение вы не потратить но грубо говоря последний вот кто научился искупать ему 40 если я блять не ошибаюсь 46 если я учат не ошибаюсь опача инсайды парни инсайды любовница пишет короче у него получилось за месяц то есть он не потерял вообще ничего грубо говоря поэтому эта тема она новая пауэр на оверкил оверкил и теперь сидит пердит по кайфу же есть ну как то так что есть еще мысль и но ребята вам доказывать что-то невыгодно это это говорил алекс это говорил ты уже это говорила очень много подопытных и по этой причине они не выходят в связь потому что они научились и не хотят запускать в этот круг людей потому что там слишком охуенно эгоизм это эгоизм блять да вот один я что пиржу но ребят я вам открою тайну что я пиржу до поры до времени так скажем мое передение она исходит не из-за чего не из чего-то хорошего а из-за того что я в ебу из постоянно то есть из-за неудачи своей так бы тем как прикрылась стопроцент это я вот что-то пытаюсь там донести из-за того что на аудиторию не вышел да из-за того что аудиторию не вышел осталось только им дальше набил мусорная блять параш в маразме нахуй в 50 лет девственницы ищите вот и очень с очень трудно доказать что как бы вот так будет они еще сидят в маразме не хотят ничего делать не потому что они не хотят они не могут у них кэфы жизни отмеренные очень жестко они не могут блять развернуться куда-то просто все расписано в принципе тут все наверно уже добавить нечего но я все мелочи вбросил какие хотел да ну я тоже я не знаю что добавить все пойду с любовницами короче общаться а вы завидуйте блять нахуй карлики шли во всем до новых встреч